Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Мы с вами находимся на побережье Коста де Валенсия, в городе Гандия. И я вам хочу сделать серум-тур нашего номера в отеле на 11 этаже. Вид с номером на море, в котором мы будем проживать в ближайшие две недели. Поехали! Итак, вход, вход в номер классический, есть защелочка, номер открывается и закрывается при помощи карты. Сразу при входе в коридорчике, сразу же у нас тут вход в ванную и туалет. Сейчас я вам вот так покажу. Входим. Значит, классический все, да, унитаз, душевая кабинка. В душевой кабинке душ есть съемный и вот такой, ну, а-ля тропический дождь, да, что-то такое. Ну, и съемный вариант тоже. Полочка, что очень удобно. И моющие средства здесь же на стене. Душ закрывается шторкой. И вверху полочки для полотенец. Вот так. Получается напротив туалета. И здесь при входе большой такой умывальничек. Очень классный. С широкой полочкой. Что мне еще не понравилось. Видите, я уже тут разложила все свое добро. Что предоставил нам отель. Отель предоставил нам вот такое, какое-то для тела молочко. Почему-то, первый раз я такое вижу, одноразовую зубную щетку. Одну почему-то. Странный расчет. И что здесь еще было. А, ну, моющие средства, да. Моющие средства вот эти. Также полотенца. Полотенца, ну, в достаточном количестве. Как бы, я считаю, достаточно. Не знаю, я их не считала. Наверное, по 2 или по 3 на человека. Что-то такое. Ну, вода в порядке. Вода в порядке, но на вкус не питьевая. Хлорированная. Потому что мы с Анютой пойдем все-таки покупать бутылированную воду. Я попробовала. То есть, кипятить на чай еще можно. Но, если так, она прям очень хлоркой пахнет. Так. Там у нас, вот видите, сток. Здесь мусорное ведро. Еще какой-то стульчик. То есть, здесь можно запросто сидеть. Я как раз решила, видите, использовать эту комнату для макияжа. Что здесь хорошо, из приятного. Посмотрите, есть вот такое зеркальце. Видите, оно очень сильно увеличивает. Вот раз, видите. О, нет. Я лучше не буду показывать себя на таком масштабе. То есть, очень удобно для макияжа увеличивающее зеркало. Я так точно такое же взяла с собой. Вот маленькое. Если б знала, не тащила. Но просто не часто я в отелях встречала такую опцию. Видите, увеличивающее. Зеркало вот так простое. Перевернуло, оно увеличивающееся. Ну, в принципе, удобно. Ну, вот так. Здесь же есть фен. Фен есть. Такая вот ванная комната. Напротив, у нас шкаф. Шкаф, ну, достаточно приличный, хороший. Без проблем. Плечиков много. Я уже, правда, видите, все вывесила. Сейф. Большое количество плечиков. Там, видите, целая куча их. Антресоль. И дополнительные ящички. Вот такие для обуви там или для каких-то мелочей. Шкаф, окей. Вопросов нет. Проходим в комнату. Что в комнате? Ну, все как обычно. Кровать. По факту у нас здесь две кровати, которые поставили рядом. Потому что матрасы маленько разъезжаются. Два матраса использованы. Тумбочки. Лампы над кроватями. Напротив у нас стоит вот такой, знаете, как один гарнитур на самом деле. Такой стол с подставкой. И с тумбочкой, в которой мини-бар, холодильник. И сверху телевизор. Видите? Ну, это все как в один такой мебельный гарнитур. Все это сделано. Также мусорное ведро. Стул. Очень большое зеркало, что удобно. Очень большое зеркало на полстены. И оно придает воздуха и объема. Знаете? Как будто бы помещение становится еще больше. И раскрывается. Что очень даже неплохо. Телевизор мы еще не включали. В принципе, вот такой телевизор. Самсунг. Ну, может быть, вечером посмотрим. Есть настольная лампа. Чего нет, мои хорошие? Нет самого элементарного чайника. Я сегодня подойду на рецепшн. Спрошу. Это совсем-совсем нерешаемый вопрос? Или все-таки как-то решаемый? Потому что, ну, для меня это неудобно. Аня у меня очень чайная. Так, теперь самое интересное, мои хорошие. Балкон и вид. Балкон. Смотрите, что тут происходит. Где тут оно закрывается? Господи. Вот смотрите. Дверь вот такая большая. Полностью стеклянная. Полностью. Открывается. И мы выходим на балкон. На балконе. Стол и два стульчика. Не спрашивайте, где второй стульчик. А вот он, второй стульчик. Здесь Аня на втором стульчике. Есть вешалка для белья. Так. Прищепки и крокодилы. Это мы привезли с собой. Ведь привезли с собой. Так. Но вешалка нормальная. Видите, ее можно зато, например, если там что-то, чтобы не свалилось, можно вот так собрать, видите, и будет прижимать какую-нибудь там, чтобы штаны не улетели. Или рубашка, да. Можно вот так прижать, собрать. Ну, или раздвинуть. Ну, такая классическая, в принципе, отельная. Видите, в балконе прозрачные вот эти перила, что тоже придает объемности и прям воздуха очень много. Ну и главный вид, мои хорошие. 11 этаж, как-никак. Это большое дело. Смотрите, какой вид на округу. Вот она, Гандия. И, конечно же, побережье Средиземного моря. Само Средиземное море. Видите, еще немножко барашки на море. Еще немножко шумит. Вот, посмотрите, видите, какая красота. Здесь, конечно, очень много. Тут все, все в отелях, каких-то апартаментов. Как я обещала вам показать, звезды, которые над нами. Посмотрите, наш балкон, получается, видите, прямо под звездами. То есть, вот, мы смотрите на звезды, а под звездами как раз мы и живем. Кстати, 12 этаж, видите, он не жилой. Там вот какой-то балкон, но он открытый. То есть, возможно, там, я не знаю, может, это ресторан какой-то или что-то такое. Мы туда еще не добрались. Я подозреваю, что там может быть, знаете, какой-то типа бар на 12 этаже. Кстати, Аня, я думаю, там, наверное, бар под крышей на 12 этаже. А посмотри, там вот видно, такое ощущение, что это там не жилое помещение, а типа бара. Ну, мы сходим в разведку, в общем, потом вам все расскажем. Вот такой у нас номер. К пляжу, как видно, видите, совсем рядом. Вот выходишь из номера и пошел, 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 пошел. И вот уже пляж. Сегодня мы с таймером практически ходили. То есть, 5 минут. Возле отеля, видите, маленький бассейн. Он, конечно, находится в тени, но в жару посидеть возле него очень приятно. Также там работает джакузи. Ну, прикольно. Очень неплохой отель, учитывая, что это 3 звезды, ну и ценовая категория тоже более меняемая, то вполне. Песочек на пляже постоянно очищается специальными машинами. Если я сейчас увеличу, не знаю, вы увидите ли, следы на песке. Видно вам? Вот такие следы, как от машины. Вот это следы от этой самой очищающей песок машины. Специально ездит такой трактор с ситом и постоянно пересеивает, очищает песок. То есть, пляж чистейший. Что, конечно, очень хорошо. Все же босиком ходят. Ни окурков мы не видели, ничего. Очень чисто. Вот такой вид, посмотрите. Вот дорога. Здесь много таких тенистых мест, типа а-ля таких сквериков. Вот немножко тут их, например, мы не увидим за домами, но на самом деле их много. Мы немножко прошли сегодня, сколько там, меньше часа мы погуляли и уже нашли немало таких скверов. На самом деле зелени достаточно. Хотя и вот все-все кажется в домах, в отелях, но здесь, правда, много зелени. Много. Как-то, знаете, прячется между домами. Вот, ну и перед нами. Видите, тоже, вот если посмотреть, мы можем увидеть, да, мы можем увидеть вот такой, видите, тоже замечательный дворик зеленый впереди. Вот некоторые крыши тоже оборудованы для отдыха, как, например, вот в этом отеле. Видите, тут вот что-то такое. Тут какой-то типа а-ля садик, а на крыше, посмотрите, лежаки и зонтики, видите? Это прямо на крыше отеля. А здесь внизу вот как разбит садик. Тут, я не знаю, видно ли вам, но там растут, ну вот можжевельники или пальмы, что-то такое посажено. Отсюда я не вижу, но явно такое что-то типа китайского, японского садика сделано. Вот так. То есть крыши тоже используются активно. Ну вот так. Вон там бассейн, посмотрите. Видите, впереди у какого-то отеля достаточно такой немаленький бассейн. То есть место хорошее. Сам городок, мне кажется, как курортный, очень такой вот развитый, замечательный. Сегодня мы еще поищем, где тут остановка. Самому городу, Ганди, нужно проехать автобусом. Ну буквально тут совсем рядом, совсем, 15 минут. Вот, поэтому как бы еще не могу вам ничего сказать, но расскажу обязательно. Но этот городок, в принципе, тоже тут есть что посмотреть, есть где погулять. Но он, конечно, туристический. Видите, он дали там прям вообще прям дома, дома, дома. Но такое ощущение, что здесь как бы не только туристы живут, вы знаете? Потому что мы так прошлись, только подальше от береговой линии, туда чуть подальше. Такое ощущение, что и обычные дома. Наверное. Ну, в общем, я вам все обязательно расскажу. Все, что узнаю, расскажу. То есть на сегодня ощущение о Ганди, вот на первые сутки пребывания, самый положительный. Дальше жизнь покажет. Приходите на канал, буду делиться своими впечатлениями об этом замечательном городке. Вот видите, это набережная. Вот здесь набережная проходит, прибрежная. Такой большой пляж, широкий, длинный, огромный пляж. А перед ним идет набережная. На набережной я сегодня показывала велодорожки. Вот эти вот розовые, это велодорожки. Ну и все для людей. Хорошее место. Хорошее место. И главное, что вид не закрывается. Видите, прямой вид на море ничем не закрывается. Ну, на верхних этажах. Я так думаю, до пятого этажа, наверное, все-таки закрывает вот этот отель, который перед нами. А выше пятого уже видно море. Ну, вот так. Такой отель. Давайте возвращаемся. Возвращаемся. Какая тут фишка. Я все время, все время у меня ощущение, что здесь закрыто. Знаете, что балкон закрытый. Еще вот это вот стеклянные перила. И я все время ловлю себя на том, что хочу вот так рукой попробовать. Есть ли тут стекло? Знаете, чтобы не влететь лбом в стекло. Такое постоянное это ощущение. И не только у меня, и у Ани тоже, кстати. Хотя, вроде бы, здесь на стекле, на самом деле, есть, видите, клеймо. Как бы, ну, смотри, есть клеймо или нет. Но это не помогает, правда. Это не помогает. Я все равно каждый раз вот так мацаю. Есть ли тут стекло? Ну, надеюсь, что это временно. И скоро мы привыкнем. Аня зевает уже там себе, красавица моя. Скоро мы привыкнем. Но пока так. Пока я ловлю себя на этой мысли. Вот так мы обживаемся. То есть, в принципе, если еще доставить пару чашек и чайник, то вообще будет все хорошо. Без чайника как-то жизнь не мила, видите. Обустроила себе уголок. Здесь Ани ноутбук. Здесь она может, в принципе, уроки делать. Надеюсь, она их будет делать. Минибар у нас вот здесь в ящике. В минибаре кто-то стоит, не знаю. А, здесь, кстати, вода. Аня, тут, кстати, вода есть. А ты говорила, воды нет. Есть вода, дочь? А есть в баре вода, смотри. Возьми. Так она же платная. Ну так, а что теперь делать? Вся вода платная. Все равно покупать. Пей, ребенок. Аня говорит, так она же платная. Пей, моя сонечка. Будем на воду зарабатывать, моя рыбка. Мне нужно лекарства. Да, давай, пей, пей лекарства. Куколка моя. Спрашивали, что мы пьем от давления. Ань, как называется, кстати, от давления эта штука? А, вот. Цифавора. Это от давления. Это, короче, оно с травками. Короче, длиннее. Давай, иди уже пей свои капли. Ну, вот так. Вот так. Столик для чемодана. Хорошо, хорошо устроились. Хорошо устроились. По ценам, наверное, вам будет интересно. На... Сейчас я присяду вам и расскажу. По ценам на 12 дней у нас бронь. На 13. Ну, на 2 недели, да. На 13 дней получается, да. С завтраками и ужинами. Стоимость отеля 1680, если я не ошибаюсь, евро. 1680 евро по букингу. Это без обедов. Завтраки и ужины хорошие. Приличные, достаточно обильные. Но можно укушаться всего достаточно. Мы вчера были на ужине, сегодня на завтраке. Как бы все нормально. Не скажу, что там прям, понимаете, с лангустами закармливают. Ну, нормально. Если хотите чего-то вкусненького, идите, пожалуйста, в кафе. Так что жить можно. Жить можно. По цене, мне кажется, это приемлемо. В принципе, приемлемо. Ну, такая история. Такой отель, такой номер. Приходите в гости. Будем рассказывать, показывать, общаться. Я обязательно вам покажу этот городок. Покажу разные его уголочки. Ну, и если будет что-то, то, что мне не понравится, естественно, поверьте, я тоже расскажу. Обязательно. До новых встреч, мои хорошие. Пока что я довольна, правда. Да, и что быть недовольной, да? Слава Богу. Слава Богу. Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги в воплощении мечты. Пришла очередь до рум-тура. Рум-тур по отелю. Как он называется, скажите мне. Я напишу название, как он называется, этот отель. Отель находится в Гандии, на самом-самом берегу моря. Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Мы с вами находимся на побережье Коста-де-Валенсия, в городе Гандия. И я вам хочу сделать рум-тур нашего номера в отеле на 11 этаже. Вид с номером на море, в котором мы будем проживать в ближайшие две недели. Поехали. Итак, вход. Вход в номер классический. Есть защелочка. Номер открывается и закрывается при помощи карты. Сразу при входе, в коридорчике, сразу же у нас тут вход, ванну и туалет. Сейчас я вам вот так покажу. Входим. Значит, классический все, да, унитаз, душевая кабинка. В душевой кабинке душ есть съемный и вот такой, ну, а-ля тропический дождь, да, что-то такое. Ну, и съемный вариант тоже. Полочка, что очень удобно. И моющее средство здесь же на стене. Душ закрывается шторкой. И вверху полочки для полотенец. Вот так. Получается напротив туалета. И здесь при входе большой такой умывальничек, очень классный, с широкой полочкой. Что мне еще не понравилось? Видите, я уже тут разложила все свое добро. Что предоставил нам отель? Отель предоставил нам вот такое какое-то для тела молочко. Почему-то, первый раз я такое вижу, одноразовую зубную щетку. Одну, почему-то. Странный расчет. И что здесь еще было? А, ну, моющие средства, да, моющие средства вот эти. Также полотенца. Полотенца, ну, в достаточном количестве. Как бы, я считаю, достаточно. Не знаю, я их не считала. Наверное, по два или по три на человека. Что-то такое. Ну, вода в порядке. Вода в порядке, но на вкус не питьевая, хлорированная. Потому что мы с Анютой пойдем все-таки покупать бутылированную воду. Я попробовала. То есть, кипятить на чай еще можно. Но, если так, она прям очень хлоркой пахнет. Так. Там у нас, вот видите, сток. Здесь мусорное ведро. Еще какой-то стульчик. То есть, здесь можно запросто сидеть. Я как раз решила, видите, использовать эту комнату для макияжа. Что здесь хорошо, из приятного. Посмотрите, есть вот такое зеркальце. Видите, оно очень сильно увеличивает. Вот раз, видите. О, нет, я лучше не буду показывать себя на таком масштабе. То есть, очень удобно для макияжа увеличивающее зеркало. Я точно такое же взяла с собой. Вот маленькое. Если бы знала, не тащила. Но просто не часто я в отелях встречала такую опцию. Видите, увеличивающее. Зеркало вот так простое, перевернуло, но увеличивающееся. Ну, в принципе, удобно. Ну, вот так. Здесь же есть фен. Фен есть. Такая вот ванная комната. Напротив у нас шкаф. Шкаф, ну, достаточно приличный, хороший. Без проблем. Плечиков много. Я уже, правда, видите, все вывесила. Сейф. Большое количество плечиков. Там, видите, целая куча их. Антресоль. И дополнительные ящички. Вот такие для обуви там или для каких-то мелочей. Шкаф окей. Вопросов нет. Проходим в комнату. Что в комнате? Ну, все как обычно. Кровать. По факту у нас здесь две кровати, которые поставили рядом. Потому что матрасы маленько разъезжаются. Два матраса использованы. Тумбочки. Лампы над кроватями. Напротив у нас стоит вот такой, знаете, как он, как один гарнитур на самом деле. Такой стол с подставкой и с тумбочкой, в которой мини-бар, холодильник и сверху телевизор. Видите? Но это все как в один такой мебельный гарнитур. Все это сделано. Также мусорное ведро, стул. Очень большое зеркало, что удобно. Очень большое зеркало на полстены. И оно придает воздуха и объема, знаете, как будто бы помещение становится еще больше и раскрывается. Что очень даже неплохо. Телевизор мы еще не включали. В принципе, вот такой телевизор. Самсунг. Ну, может быть, вечером посмотрим. Есть настольная лампа. Чего нет, мои хорошие? Нет самого элементарного чайника. Я сегодня подойду на рецепшн, спрошу. Это совсем-совсем нерешаемый вопрос? Или все-таки как-то решаемый? Потому что для меня это неудобно. Аня у меня очень чайная. Так, теперь самое интересное, мои хорошие. Балкон и вид. Балкон. Смотрите, что тут происходит. Где тут оно закрывается, господи. Вот смотрите. Дверь вот такая большая. Полностью стеклянная. Полностью. Открывается. И мы выходим на балкон. На балконе. Стол и два стульчика. Не спрашивайте, где второй стульчик. А вот он, второй стульчик. Здесь Аня на втором стульчике. Есть вешалка для белья. Так, прищепки и крокодилы. Это мы привезли с собой. Видите, привезли с собой. Так, но вешалка нормальная. Видите, ее можно зато, например, если там что-то, чтобы не свалилось, можно вот так собрать. Видите, и будет прижимать какую-нибудь там, чтобы штаны не улетели. Или рубашка. Можно вот так прижать, собрать. Ну, или раздвинуть. Ну, такая классическая, в принципе, отельная. Видите, в балконе прозрачные вот эти перила, что тоже придает объемности. И прям воздуха очень много. Ну, и главный вид, мои хорошие. Одиннадцатый этаж, как-никак. Это большое дело. Смотрите, какой вид на округу. Вот она, Гандия. И, конечно же, побережье Средиземного моря. Само Средиземное море. Видите, еще немножко барашки на море. Еще немножко шумит. Вот, посмотрите, видите, какая красота. Здесь, конечно, очень много. Тут все-все в отелях, каких-то апартаментов. Как я обещала вам показать, звезды, которые над нами. Посмотрите, наш балкон, получается, видите, прямо под звездами. То есть, вот, мы смотрите на звезды, а под звездами как раз мы и живем. Кстати, двенадцатый этаж, видите, он не жилой. Там вот какой-то балкон, но он открытый. То есть, возможно, там, я не знаю, может, это ресторан какой-то или что-то такое. Мы туда еще не добрались. Я подозреваю, что там может быть, знаете, какой-то типа бар на двенадцатом этаже. Кстати, Аня, я думаю, там, наверное, бар под крышей на двенадцатом этаже. А посмотри, там вот видно, такое ощущение, что это там не жилое помещение, а типа бара. Но мы сходим в разведку, в общем, потом вам все расскажем. Вот такой у нас номер. К пляжу, как видно, видите, совсем рядом. Вот выходишь из номера и пошел, 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 пошел. И вот уже пляж. Сегодня мы с таймером практически ходили. То есть, пять минут. Возле отеля, видите, маленький бассейн. Он, конечно, находится в тени, но в жару посидеть возле него очень приятно. Также там работает джакузи. Ну, прикольно. Очень неплохой отель, учитывая, что это три звезды, ну, и ценовая категория тоже более меняемая, то вполне. Песочек на пляже постоянно очищается специальными машинами. Если я сейчас увеличу, не знаю, вы увидите ли, следы на песке, видно вам? Вот такие следы, как от машины. Вот это следы от этой самой очищающей песок машины. Специально ездит такой трактор с ситом и постоянно пересеивает, очищает песок. То есть, пляж чистейший. Что, конечно, очень хорошо. Все же босиком ходят. Ни окурков мы не видели, ничего. Очень чисто. Вот такой вид, посмотрите. Вот дорога. Здесь много таких тенистых мест, типа а-ля таких сквериков. Вот немножко тут их, например, мы не увидим за домами, но на самом деле их много. Мы немножко прошли сегодня. Сколько там? Меньше часа мы погуляли и уже нашли немало таких скверов. На самом деле зелени достаточно. Хотя и вот все-все кажется в домах, в отелях, но здесь, правда, много зелени. Много. Как-то, знаете, прячется между домами. Вот. Ну и перед нами, видите, тоже вот если посмотреть, мы можем увидеть... Да. Мы можем увидеть вот такой, видите, тоже замечательный дворик зеленый впереди. Ну вот, некоторые крыши тоже оборудованы для отдыха, как, например, вот в этом отеле, видите? Тут вот что-то такое. Тут какой-то типа а-ля садик, а на крыше, посмотрите, лежаки и зонтики, видите? Это прямо на крыше отеля. А здесь внизу вот как разбит садик. Тут, я не знаю, видно ли вам, но там растут, ну вот, можжевельники или пальмы, что-то такое посажено. Отсюда я не вижу, но явно такое что-то типа китайского, японского садика сделано. Вот так. То есть крыши тоже используются активно. Ну вот так. Вон там бассейн, посмотрите. Видите, впереди. У какого-то отеля достаточно такой немаленький бассейн. То есть место хорошее. Сам городок, мне кажется, как курортный, очень такой вот развитый, замечательный. Сегодня мы еще поищем, где тут остановка. Самому городу, Ганди, нужно проехать автобусом. Ну буквально тут совсем рядом, совсем тут 15 минут. Вот, поэтому как бы еще не могу вам ничего сказать, но расскажу обязательно. Но этот городок, в принципе, тоже тут есть что посмотреть, есть где погулять. Но он, конечно, туристический. Видите, он дали там прям вообще прям дома, дома, дома. Но такое ощущение, что здесь как бы не только туристы живут, вы знаете, потому что мы так прошлись. Только подальше от береговой линии, туда чуть подальше. Такое ощущение, что и обычные дома. Наверное. Ну, в общем, я вам все обязательно расскажу. Все, что знаю, расскажу. То есть на сегодня ощущение о Гандии, вот на первые сутки пребывания, самые положительные. Дальше жизнь покажет. Приходите на канал, буду делиться своими впечатлениями об этом замечательном городке. Вот видите, тут набережная. Вот здесь набережная проходит, прибрежная. Такой большой пляж, широкий, длинный, огромный пляж. А перед ним идет набережная. На набережной я сегодня показывала велодорожки. Вот эти вот розовые, это велодорожки. Ну, и все для людей. Хорошее место. Хорошее место. И главное, что вид не закрывается. Видите, прямой вид на море ничем не закрывается. Ну, на верхних этажах. Я так думаю, до пятого этажа, наверное, все-таки закрывает вот этот отель, который перед нами. А выше пятого уже вид на море. Ну, вот так. Такой отель. Давайте возвращаемся. Возвращаемся. Какая тут фишка. Я все время, все время у меня ощущение, что здесь закрыто. Знаете, что балкон закрытый. Еще вот это вот стеклянные перила. И я все время ловлю себя на том, что хочу вот так, дайте, рукой попробовать. Есть ли тут стекло, знаете, чтобы не влететь лбом в стекло. Такое постоянное это ощущение. И не только у меня, и у Ани тоже, кстати. Ну, хотя, вроде бы, здесь на стекле на самом деле есть, видите, клеймо. Как бы, ну, смотри, есть клеймо или нет. Но это не помогает, правда. Это не помогает. Я все равно каждый раз вот так мацаю. Есть ли тут стекло. Ну, надеюсь, что это временно. И скоро мы привыкнем. Аня зевает уже там себе, красавица моя. Скоро мы привыкнем. Ну, пока так. Пока я ловлю себя на этой мысли. Вот так мы обживаемся. То есть, в принципе, если еще доставить пару чашек и чайник, то вообще будет все хорошо. Без чайника как-то жизнь не мила, видите. Обустроила себе уголок. Здесь Ани ноутбук. Здесь она может, в принципе, уроки делать. Надеюсь, она их будет делать. Минибар у нас вот здесь в ящике. В минибаре кто-то стоит, не знаю. А, здесь, кстати, вода. Аня, тут, кстати, вода есть. А ты говорила, воды нет. Есть вода, дочь? А, есть в баре вода, смотри. Возьми. Ну, так, а что теперь делать? Вся вода платная. Все равно покупать. Пей, ребенок. Аня говорит, так она же платная. Пей, моя соночка. Будем на воду зарабатывать, моя рыбка. Мне нужно лекарства, разумеется. Да, давай, пей, пей лекарства. Куколка моя. Спрашивали, что мы пьем от давления. Аня, как называется, кстати, от давления эта штука? А вот, цифровора, это от давления. Это, короче, оно с травками. Короче, длиннее. Давай, иди уже пей свои капли. Ну, вот так. Вот так. Столик для чемодана. Хорошо, хорошо устроились. Хорошо устроились. По ценам, наверное, вам будет интересно. На... Сейчас я присяду вам и расскажу. По ценам. На 12 дней у нас бронь. На 13. Ну, на 2 недели, да. На 13 дней получается, да. С завтраками и ужинами. Стоимость отеля 1680, если я не ошибаюсь, евро. 1680 евро по букингу. Это без обедов. Завтраки и ужины хорошие. Приличные, достаточно обильные. Но можно укушаться всего достаточно. Мы вчера были на ужине, сегодня на завтраке. Как бы все нормально. Не скажу, что там прям, понимаете, с лангустами закармливают. Ну, нормально. Если хотите чего-то вкусненького, идите, пожалуйста, в кафе. Вот, так что жить можно. Жить можно. По цене, мне кажется, это приемлемо. В принципе, приемлемо. Ну, такая история. Такой отель, такой номер. Приходите в гости. Будем рассказывать, показывать, общаться. И обязательно вам покажу этот городок. Покажу разные его уголочки. Ну, и если будет что-то, то, что мне не понравится, естественно, поверьте, я тоже расскажу. Обязательно. До новых встреч, мои хорошие. Пока что я довольна, правда. Да, и что быть недовольной, да? Слава Богу. Слава Богу.